Заявление. У нас в стране право заявительное, и поэтому даже пенсию не получишь, если мне напишут заявление. Так что мы заявляем, а это и есть видеообращение, это видео заявление. Видеозаявление дубль один. Бритневорское авторское общество. Общественная организация, призванная для оказания доступной правовой помощи авторам города Твери и Тверской области в правовой защите их интеллектуальной собственности, включая объекты промышленной собственности, авторские произведения в области науки, литературы, искусства, музыки и других областях интеллектуальной деятельности. Ходотайствуем перед вами Нейла Хайдаровна в оказании содействия, развития, создания благоприятной социальной среды, консолидации лиц, представителей творческой и научной элиты, представителей ВПК СССР, нынешних авторов научных открытий. Сегодня Верхневорское авторское общество представлено в интернете, используя новые блогерские технологии и результаты исследований трудов в области психосемантики и лингвистики, формируют позитивную информационную среду, представляют труды и продукты, а интеллектуальная деятельность Тверского региона в международном сообществе. Общество располагается фактически в городе Твери, улица Коминтерна, 102, дробь 47, офис 235, до недавнего времени финансируемое частным предприятием ООО Басаргин, что прекратило свою деятельность, хозяйственную деятельность вследствие экономического кризиса. Оказать социально значимую помощь в предоставлении местопребывания, без взымания, ренты, за оказанные услуги, субаренты, помещения безвозмездно, проявив тем самым высокую гражданскую и социальную ответственность бизнеса, что без сомнений будет отражено в благосфере и интернет-сообществе. Со своей стороны обещаем обратиться в Департамент экономики Тверской области с заявлением о предоставлении субсидий, возмещении вам затрат, связанных с пребыванием общественной организации на занимаемой ею арендной площади. Департамент экономики Тверской области Создание актива и следствие его амортизации для всего гостиничного комплекса и ряда иных отраслей хозяйственной и предпринимательской деятельности. Также вас можно рассмотреть наше заявление о намерении интереса к приобретению доли акции открытого акционерного общества «Турист». Возможно ли это? Спасибо за внимание. Я ООО «Турист». Что мы можем, как верхневостское акционерное общество, может быть полезно открытому акционерному обществу «Турист». ООО «Турист». Акционерное общество, оно имеет какую-то долю, частную долю. Там, частники, бывший директор, там кто-то еще, 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 какой-то наблюдательский совет, там, ну, как-то там, подлечители, я не знаю. Те, кто когда-то приватизировал часть государственной отрасли, Туристическая хозяйственная деятельность. То есть это наследие, наследие Советского Союза, это наследие, это наследие передали на сохранение, на сохранение и, естественно, в то же время экономическую деятельность Ялушеву Игорю Александровичу. То есть Ялушев Игорь Александрович получил стратегический узел, состоящий из нескольких домов отдыхов, вмещающих в себя какое-то количество людей и инфраструктуру, средства массовой информации. То есть в этом открытом акционерном имуществе существует доля государства или же доля доверенного лица, в данном случае Ялушев Игоря Александровича. Сегодня эта структура, на примере гостиницы, получает средства за счет субаренды, в том числе. То есть это как бы, это рынок существующий, надо как-то жить в условиях современности. То есть это арендодатель, у которого есть отсасывающий инструмент арендатор. арендатор отсасывает деньги с системы субарендов. Рыночная система экономики. Бог с ним. Что мы предлагаем? Мы хатататайствуем. Вау. Общественная организация. Хатататайствует перед общественным, перед обществом акционеров, открытым акционерным обществом. О предоставлении ему помещения, пользованное помещение, которое он сейчас занимает как субарендатор. А этот субарендатор оплачивал в свое время частная организация, там ООО «Саргин», которая прекратила свою деятельность вследствие экономического кризиса. Дайте нам здесь, ну как бы, место расположения, местонахождение, это удобный, удобный узел. Привокзал, как вокзал, это вход в город, это выход в город, отсюда можно в любой район уехать, от любого района доехать. Чем мы можем быть полезны? Мы можем создать, кратно увеличить стоимость баланса этого акционерного общества, накачая его нематериальным активом. Кратно. Да, уменьшается и разнувается доля. Кратно капитализировать открыто акционерного общества. И, соответственно, минимизировать затратную стоимость налогового времени за счет капитализации и амортизации этого нематериального актива. А что такое этот нематериальный актив? Это авторские описанные маршруты туристической деятельности. Это уникальное авторское обслуживание в гостинице. Это все, что касается туризма, маршрутов, энциклопедий, карт. Начиная от авторского промышленного образца, заметьте, экспедиция, которая имеет сеть магазинов в розничном продаже, она не занимается этим. Это ритейлер. Экспедиция интересует авторские маршруты, которые описываются, оцениваются и выбрасываются на рынок. Внутреннего российского туризма. В общем, как-то вот так. Нам нужно создать гражданский проект. Нам нужно взять технологию промышленную и отдать ее, прежде чем зарабатывать, надо взять ответственность. Ответственность – это социальная среда там, где ты находишься, где ты живешь, где ты ее создаешь, благотворишь и животворяешь, оно тебе строится и воздается. Детский дом. Детский дом или детский дом-интернат. Государственное профильное учреждение. Профильное учреждение. Этому промышленному направлению – отрасли. Частную компанию. Этой же отрасли. Этого же профиля. Или управляющую компанию. Управляющую компанию консалдинговую, маркетинговую. Те, кто занимается продвижением, контролем, экономикой. В общем смысле этого слова. Детский дом-интернат. Экономическое предприятие по нового цикла. От управления до минулиния. И ряд физических лиц. Их может быть чем больше, тем лучше. На самом деле. Разумное количество людей. Разумное количество. Какое разумное количество вы поймете из дальнейшей раскладки технологий. Гражданский проект, который включает в себя уникальный состав участников разных отраслей деятельности. Социального значения. В общем такой глубокий. Такой микс. Микс. Гражданский проект. Или гражданский проект микс. Разумное количество. Имеющее. 100% акций. В доле прав. В этой промышленной собственности. Ну, я не знаю, назовем. Ну, пусть будет троица, да? Три. Тридцать. Тридцать человек. Пятьдесят. Ну. Такого, конечно, никто еще не делал. Ну, может быть и не разумно, на самом деле. Можно создавать малые предприятия, там, из десяти участников. Вот то, что мы делали. Восемь, десять. Они никогда не будут заниматься производством. Промышленностью. Там, затачиваются. Это собственники технологий, которые получают... Это собственники технологий, которые получают роялти. Все. Это правообладатели, которые живут на процентах. Это эти... Рантье. Правовая экономика. Российская правовая экономика. Достойнейшие люди живут в России, в конце концов. Эти 100% сжимаются. Они сжимаются, давайте возьмем вот так, расширим, размоем эти доли, скажем, на три части. То есть мы не продаем свои изобретения. Мы создаем совершенно противоположный процесс. То есть мы их раздаем, эти изобретения. Мы не просим, что давайте купите у нас эти изобретения. У нас есть часть изобретения на продажу. Да, естественно. Как бы, ну, ассортимент. То есть, если у тебя есть деньги, промышленник, дорогой промышленник, если у тебя есть деньги, и ты когда-то приватизировал мощности у Советского Союза, это твое наследие, и ты не вкладывал ни копейки в него, и сейчас столкнулся с тем, что у тебя бизнес чахнет. Чахнет, и тебе надо что-то новое, а новое надо создавать, потому что права на все, что сейчас есть, в ходу спрашивается, они кому-то принадлежат. Это четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации. То надо покупать. Надо покупать или у институтов, которым отдали правообладание университетов, которые сейчас возрастут в стоимости, там, я не знаю, кратно, в миллион раз, как гарвардские университеты в Америке. Или обращаться к каким-то маленьким общественным организациям или частникам, что составляет, по большому счету, ну, какой-то маленький процент мизера вообще от общих нематериальных активов России, знаний. Если у тебя есть какие-то деньги, если у тебя еще, они еще остались, то мы можем дать тебе промышленные технологии. А даром от своей деньги ты вложишь производство этой технологии. То есть обновишь свои станки, создашь условия выхода продукта и получишь 51%. Тебя будет называть 51%. У этих людей, естественно, должны быть доверенные управляющие. Эти управляющие, они обязательно будут получать свой хороший процент. И будут работать на вас. Они будут иметь там, условно, пусть 20%, 30%. И содержать свой штат. Всю инфраструктуру управления, маркетинга, менеджмента, консалдинга, пиара, там, полный цирк. Вы останетесь. Там 10 человек. Там по 10. Каждый по проценту. Этого достаточно. И этот получит за 51% с условием производства, там, не знаю, 20 лет с нарастающей. То есть договор, контракт с нарастающим объемом производства. Естественно, план. Плановая экономика. То есть мы сейчас говорим о совокупности экономики. Правовой, плановой, рыночной. И бог еще знает какой. Микс. Ну, в общем-то, вот оно моделирование промышленной собственности. Моделирование предприятий в любой хозяйственной деятельности на основе права в промышленности. Что мы захватываем? Промышленность захватывает. Услуги. Это слуги. Услуги всегда услуги. Отнесите приставку и получите корень. Что они доносят? Они доносят с места на место. С того места на место. Они обеспечивают процесс. Это очень важное звено. Люди, которые изначально имеющие возможность прямо сейчас создать, начать, моделировать такие предприятия по стоимости, я не знаю, по стоимости патентов. Создание, создание, создание регистрации. То есть вы имеете информацию, вы имеете какое-то решение, задача, да? Это ключи, чем нефть, да? Эта информация. Вам для того, чтобы создать 500 тысяч рублей, надо потратить 50 за регистрацию перед цельной бумагой. Потому что патент – это зависит от собственности, это право собственности, это цельная бумага. Но здесь есть один нюанс. Вот эта сумма – это сумма лишь себестоимость регистрации. А стоимость самого решения задачи, она может быть даром, что мы представляем и тянутся на миллионы, 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 миллионы. В общем-то, вот вам их в двух словах. Заявление. Шевелеву Андрею Владимировичу заявление, губернатору Тверской области, Верхневоргское авторское общество, общественная организация, призванная для оказания доступной правовой помощи авторов города Твери и Тверской области в правовой защите их интеллектуальной собственности, включая объекты промышленной собственности, авторских произведений в области науки, литературы, искусства, музыки и других областях интеллектуальной деятельности. Ходотарствуем перед вами губернатор Тверской области в оказании содействия, развития, создания благоприятной среды, консульдации лиц, представителей творческих и научных элитов, представителей ВПК СССР, нынешних молодых авторов научных открытий. Сегодня Верхневоргское авторское общество представлено в интернете, используя новые блогерские технологии, результаты исследований трудов в области психосемантики и лингвистики, формируют позитивную информационную среду, представляя труды и продукты интеллектуальной деятельности Тверского региона в международном сообществе. Общество располагается фактически в городе Твери, улице Коминтерна, 102, 47, офис 235, до недавнего времени финансировано частным предприятием ООО «Басаргин», что прекратило свою хозяйственную деятельность в следствии экономического кризиса. Заявляем о просьбе рассмотрения вопроса о государственной поддержке, субсидировании затрат, несущих в следствии исследования и рядом направления научных изысканий членами общественной организации Тверского регионального общественной организации, Верхневоргского авторского общества и их хозяйственной деятельности. Оказать активную поддержку в развитии политики и инноваций в России. Оказать активную поддержку в развитии политики и инноваций России. В развитии политики и инноваций в России. Инновационной политики. Верхневоргское авторское общество создано для оказания шаговой доступности правовой помощи авторам города Твери и Тверской области в правовой защите их интеллектуальной собственности, включая объекты промышленной собственности, авторские произведения в области науки, литературы, искусства, музыки и других областях интеллектуальной деятельности. Доступность правовой помощи в Верхневоргском авторском обществе обеспечена на основе использования регистрационных налоговых льгот, установленных для правообладателей, авторов и заявителей Роспатентов и российским законодательствам, а также дифференцированным регистрационным избором в Верхневоргском авторском обществе в зависимости от социального положения правообладателей и их уровня дохода. Отключительной особенностью Верхневоргского авторского общества является комплексное решение задач правовой помощи правообладателям при депонировании и регистрации объектов интеллектуальной собственности в национальных и международных авторских сообществах и патентных ведомствах стран мира, а также при введении объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот включительно. Ранее в ваш адрес была отправлена корреспонденция от физического лица в окно общественной приемной губернатора Тверской области, входящей 036-б-9457 от 21.10.2011 года, просьба ответить на него в разумительное содействие. Сегодня общество занимает площадь своего фактического пребывания ресурса актива открытого акционерного общества «Турист» и вынужден перед ним ходатайствовать о нахождении в их здании на безвозмездной основе в качестве социальной ответственности бизнесам перед обществом, в частности научным, фактически. Просим содействия в данном открытом вопросе. Шевелеву Андрею Владимировичу. Всех благ.